Друзья, помните истории Цапка? В поезде люди пропадают и мы твои друзья. У их автора Влада Рэбера вышла первая настоящая книга. Её можно найти на полках книжных магазинов или заказать онлайн в читай городе Озон или Вайлдберрис. Плюшевая голова – это сборник страшных историй, объединённый одной сюжетной аркой. Книга-артефак с необычным оформлением в виде тетради дневника. Комментарии и записки автора на полях. Внутри цветной раскладывающийся форзац с жуткими героями. На страницах этой книги вы найдёте знакомые и новые сюжеты. Книгу можно найти в магазинах читай город и гоголь-моголь или заказать онлайн по ссылке в описании. Девушки отдыхают «Всё просто шикарно. Купались, выпивали и закусывали. Народу вообще никого. Сидим на полянке по деревьями, расслабляемся. То смотрим. Местный дедок идёт с парнем каким-то. С удочками и с настями. Видать на рыбалку. Дедок нас увидел и залыбался. Видимо общения захотел. «Добрый день, молодые люди. Тапочку не будет? Ну, у нас настроение хорошее, чтобы пообщаться». Один дружбом в ванн был курящим. И деда сигаретку угостил. Дед затянулся. «Ох, блин! Какой табак-то хороший! Я такой не пробовал никогда!» В ванях действительно покупал какой-то дорогой табак и сам делал самокрутки. Ну, короче, разговаривали с дедом. Оказывается, дед с племянником на рыбалку пришли. «А вы что, ребят? Погасить к нам приехали?» – спрашивает такой. «Мы говорим, мол, за грибами и ягодами. Да и просто на природу». «Грибы – это дело хорошее. Тут если речушку переплыть, на той стране грибов много. Просто тьма. Разных полно. Подберёзовики и сыроеги». То дедок внимательно уставился на что-то позади нас. «Грибов много разных. И вот таких окаянных тоже полно. Мы сначала не поняли, о чём речь. Вон, посмотрите, на берёзах. Видите, наросты такие. На берёзах позади нас действительно были какие-то наросты. Как их там называют? Чага вроде. Древесные грибы. «Да не чага!» – говорит дедок. «Чага-то я знаю. Из неё настойка хорошая. У чаги цвет древесный. А эти, посмотри, синёшные и с прожилками». Грибы действительно производили неприятное впечатление. «Синёшный и омертвелый цвет. Какие-то извилины, которые казались пугающе живыми и напоминали кровеносные сосуды. И сюда добрались строкляты. Раньше только за речкой обитали. Теперь сюда полезли». «Дедок взял небольшую лопатку. Такими червей копают для рыбалки. И, кряхнув, рыбанул лезвием по одному грибу. Тут же брызнула какая-то красная пенящаяся жидкость. Мы отпрянули». «Ого, на кровь похоже», – удивился я. «Так это и есть кровь ихня», – засмеялся дед. «Живые гады. Спасов от них нет». Мы удивлённо и ошарошенно переглянулись. «Спятил дед, что ли? Какой-то бред несёт». «Вы, главное, ребятки, по деревьям с такими грибами спать не ложитесь. Они же перемещаются ироды. На голову залезут, корни пустят и пиши пропало». Мы хмыкнули. «Эх, дед, пропил ты свои мозги и крышей двинулся», – подумал я. Тут дед позвал своего спутника. «Егорка, а ну-ка, пойди сюда! Это племяш мой родной». Паренёк был явно умственно осталым и передвигался, как ДЦПшник. По глазам и лицу было понятно, что он инвалид. Несмотря на то, что стояло жаркое лето, он был в вёзданной шапке. «Сними-ка шапку! Покажи им!» Егорка снял и показал нам свою голову с немытыми волосами. Мы присмотрелись и не поверили своим глазам. Из затылка парня торчал кусок чего-то непонятного, как будто вросшего прямо в череп. Это инородное тело имело же такой же синий цвет, как и грибы на деревьях. Нас передёрнуло, и лица вытянулись от шока. «Что это такое?» Дедок радостно залыбался. «На что, видели?» «В прошлом году на рыбалку ходили. Егорка по деревцам заснул. Я прихожу. Ох, мать честна!» «А эта дрянь уже ему в голову вросла!» «Я говорю, побежали к врачу врезать!» «А он плачется!» «Не надо, мол, дядь Коль!» «В мозг это уже проросло!» «Умру я, если операция будет, сердцем чую!» «Ну, мы подумали!» «Это ж врачам деньги платить!» «Там ещё учёные военные нагрянут!» «Да нахер оно надо!» «Живой же!» «Пускай всё будет как есть!» Мы переглянулись, не зная ужасаться или пальцем крутить у виска. «Наверное, опухоль какая-то у бедологи в голове!» А дед тут небылистно сочинял. «Ну и что это за грибы такие, дядь Коль?» Иронично спросил Ванёк. «Так понятно же! Инопланетные! Из других галактик!» Отвечает дед. «Ну, думаем! Тебе бы, дед, книги писать или сценарии к фильмам!» Дед продолжил. «Из других галактик, да! С галактики Андромеда по-нашески!» «Через несколько миллиардов лет наши галактики столкнутся и в одну сольются!» «А планета у них уже не помню какая!» «Что это там, R200, чего-то там!» «Живут они там, в недрах планеты!» «В черном подземном океане из кислоты!» «За нами они уже давно наблюдают!» «Мы были в шоке, не знаю, как реагировать!» Ваня спрашивает «А чего им от нас надо?» «Как чего?» «ДНК наши изучают!» «Клонов делают там у себя!» «Хотят людскую природу постичь!» «Но и знания им наши нужны!» «Накопленные человечеством!» «Они ж через мозг одного человека ко всему мозговому полю подключаться умеют!» То дед понял, что мы ему не верим. «Ох, ребята, не верите вы мне!» «Вы вроде мозговитые!» «Вот, Егорку, поспрашивайте про что-нибудь умное!» «Вопросы там позадавайте!» «Про физику, математику!» Ваняк учился на радиофаке и скептично хмыкнув спросил. «Скажи-ка нам, Егорка, значение числа Пи в десятичной системе счисления!» «Первые двенадцать знаков!» Егорка закатив глаза к межбровью и по-дебильному ГГК сказал. «Ахахаха! Это бля!» «Число Пи!» «Три целых!» «Один четыре один пять девять два шесть пять три пять восемь!» По шалелому лицу Ванька мы поняли, что Егорка ответил правильно. Мы слабенели. «Егорка!» «Что такое точка Файнмана?» «Ахахаха!» «Это ёптить!» «Последовательность из шести девяток!» «Начинающаяся с семьсот шестьдесят второй цифры десятичной записи числа Пи!» Ванёк только прошептал. «Да, верно!» Мы стали задавать вопросы наперебой. «Что такое бизонная теория струн?» Егорка снова закатил глаза и монотонным режущим голосом, похожим на робота, ответил. «Процедура аккоматования действия Полякова приводит к тому, что струна может вибрировать различными способами, и каждый способ её вибрации генерирует отдельную элементарную частицу. Что такое технологический утопизм?» «Технологическая утопия является идеальным обществом, в котором законно-государственные и социально-бытовые условия работают исключительно на благо и материальное благосостояние всех своих граждан». «Кто такой Курт Бодинский?» «Немецкий военачальник, генерал-лейтенант Вермахта, командующий несколькими пехотными дивизиями во время Второй мировой войны». «Тут Егорка страшно замычал, застонал и повалился на колени, схватившись за голову. Из глаз и носа пошла кровь. Егорка трясся, как эпилептик. На губах выступала кровавая пена. С крюченными пальцами он рвал волосы на голове. «Но хватит, ребят! Нельзя ему так долго говорить!» «Да не любят они, когда вопросы ради потехи задают!» «Вставай, Егорка!» Дед достал из кармана какой-то бутылек и начал капать красной жидкостью на затылок Егорки. Егорка сразу успокоился, повеселел и встал. «Они чельскую кровушку любят, но иногда мы им коровью и свиной даём. Тоже хорошо!» Деду, как ничем не бывало, спрятал флягу в карман. «Мы стояли с отвисшей челюстью. Это просто нереально! Страшный бред какой-то!» Стрельнов ещё сигарет. Дед начал прощаться и приглашал ещё в гости. Мы сказали, что подумаем, а сами начали собираться домой. Подальше от этого странного и пугающего места. Продолжение следует...